Я не разгребла холодильник, нет. Давай, пока. Прошу прощения. Здорово. У неё? Прикольно. Женщины. Итак. По-моему, наслылка прекратилась, но она начнется за мной. Рабочей силы на острове слишком мало. Некоторые издания действуют крайне неэффективно. И всё из-за недостатка рабочих. Советую вам построить иммиграционную контору и провести её в режим открытые двери. Спасибо за подсказку, человек. Ну, ладно, ладно. Допустим, я этого не достигну ещё в ближайшие, наверное, год, а, наверное, и два. Нет, меня, конечно, сегодня вдалбливали очень долго, что у меня очень высокий потенциал. И вообще, я могу быть крутой, но... Серьёзно, ты предлагаешь строить кучу электростанций? А вариант, я не плохой, на самом деле. Ух, какое ваше любимое животное. Мисс Флауэрс. Мисс Флауэрс. Мисс Флауэрс. Когда я в первую очередь был на ваш остров, я был ошеломлён красотой одного чудесного животного. Ламы. Оно напомнило мне о моей матери. О, ламы. Мне не нравятся ламы. Они грубые и пледные люди. Мама, как моя мама. Отличный, отличный посол Крэм. Отличный партнёр, это твоя доля. Награда 15 тысяч на счёт в швейцарском банке. Не, у нас всё отлично. Цель достигнута. Нет, на самом деле мы молодцы, мы достигли цели. Другое дело, что я хочу другую цель. Слава богу, у нас на острове есть врач. Шахтёр жалуется, что от пыли под землёй заболели чем-то вроде астмы, но док научился лечить их ровно. Как здорово, что вы решили взять на работу такого опытного профессионала, президента. Хоу-хоу-хоу. За вас. Хеллоу, Милена. Ребята, напоминаю, что вы всё ещё можете кидать музычку. Точнее, я уже хочу, чтобы вы кидали музычку. Ребята, кидайте музычку. У нас дымящийся вулкан. Милена 54-88-88-8. Бонус ночи с комрады. Ну, не совсем ночи с, не почти ночи с. Мы рады видеть. We're happy to see you. Да, надеюсь всё-таки, что вы русскоязычные, но я чё-то уже в это не верю. Unfortunately, I know just the Russian language, but sometimes I can translate something on English, for example. If you have any questions, you can write it. Наши рабочие надумали бы вставать. Уж мы его побастуем. Докеры требуют лучших условий труда. Порт не работает. Что делать с этими кретинами? Одно ваше слово, господин президент. Иии... Моё сердце открыто дорого для любого из жителей острова. 1200 долларов хватит? Пошлите в армию, пусть они научат этих лентяев трудовой дисциплине. Убить трёх любых бастующих. Оставить всё как есть. Интересно, сколько они продержатся. Нет, давайте мы всё-таки заплатим. Потому что нам не жалко денег. Наши деньги великолепны. Когда они на руках у народа, мы справедливые правители. Мы не можем хранить всё в этом мире. Всех денег не заработать, вы знаете. Моя бирса не была лайка? Окей, я... I'm so sorry. Today my beer to work in my town. But I have another animal in my house. This is... It's not a beer, but it's forest... Лось. Так, на самом деле я хочу ещё что-нибудь построить. Смотрите, мы ещё уже построили, что нам нужно было. То есть у нас уже даже в конвертилах кучу народу растёт. Курь, мой лось, кури. Великолепный. Тебе тоже не нравится, да? Я прошу прощения, у меня тут теряющие нежности с моим лосём, поскольку мой лось великолепен. Отлично, спасибо. Это из старого, да? Тора, мы тебе очень рады. Хи-хи. Ну вот. Ну ты видишь, что мой ответ был великолепен. Да, это мой великолепный лось. Он курит сигары. Кури. И пьёт ром. Пей. Великолепный. Тихо. К сожалению, английский, правда, не так хорош. Блатной и киевский лось, так что лось на самом деле имеет шведские корни. Так. Понятно, понятно. Мы всё равно тебя рады. Сейчас, секунду, нам надо кое-что переключить, потому что нам прислали музычки. А знаете, что значит музычка? Правильно, что нам надо её слушать. Надеюсь, что она в тему. Я буду следить. Ну, по крайней мере, похоже что-то. Сейчас узнаем. Продолжаем. Оооо, воу, воу, воу. Какая жесть. Партнёр, у нас проблема. Цены на железо падают, а я уже не могу заключать такие выгодные сделки, как раньше. Какая катастрофа-то. К счастью, деньги можно делать на чём угодно. Надо, кстати, потешить сделать музыку. Прошу прощения. Вроде бы сейчас должно быть нормально. К счастью, деньги можно делать на чём угодно. Надо бы нам разнообразить. Экспорт золота, бокситы, да хоть соль. Если у вас в земле есть хоть что-нибудь, я готов всё вывезти по отличной цене. Давайте мы начнём экспорт соли, поскольку соль у нас хранится, по-моему... Давайте, наверное, всё-таки соль. Соль. Её я всегда могу продать, хотя она не даёт такой прибыли, как руда. Вам на ранче пригодится, а месторождения всё равно не иссякнут. 500 единиц – это будет хорошее начало. Отлично. Я считаю, что нам нужно добывать соль, поскольку она не особо вредит земле. Я, правда, не помню, где она, по-моему, она где-то здесь была. Соляные корты, вот. Где у нас ближайший... Ой-ой-ой, только не говорите, что у нас ближайшие вот здесь. А-а-а, это катастрофа, ребята, это просто катастрофа. На глаза несколько лачуг рядом с одним из наших жилых домов. В этом здании отличная квартира, но для людей с домов по соседству это слишком дорого. Спасибо за подсказку. Нет, честно говоря, музыка-то не в тему. Эй, эй. Ну, пусть вот это будет, не знаю, посмотрим. К сожалению, никто сегодня не присылает хорошую музыку. Ребята, где вы? То есть от хорошан, но вы учитывайте, что у нас всё-таки стрим подробика. А вот то, что у нас негде поставить соляные копии, это очень, мать его, паршиво, к сожалению. Понятно. Ну, спасибо, она пойдёт на другой любой стрим, просто с ней сегодня, думаю. Знаете что? Ну что, придётся нам кое-что с этим менять. К сожалению. К сожалению. Мы же не сможем сюда построиться. Вот, вот здесь давайте попробуем построить эту дорогу. Но, честно говоря, я не уверена, что это хороший вариант. Соляные копии. Значит, будем строить её здесь, плюс у нас есть достаточно красивый замок, где можно побрал. Так, ну давайте попробуем. Блин, чувствую я плохо, это закончится. Ну, ничего. Нет, Дикий Запад, это не в тему, у нас же Кубинская революция. И Запад, это очень разные вещи, к сожалению. Так, смотрите, у нас на копиях будет работать несколько людей. Вы знаете, можно попытаться пойти сейчас в туризм чуть-чуть. Или нет? Нам нужно какое-нибудь развлечение. Вот. Туризм, аттракционы. Можно начать строить туристический причал. Или хотя бы сады. Давайте построим несколько садов по городу. Потому что они будут нам весьма себе помогать. Что же делать-то? Я просто не знаю, смотрите, мы можем строить второй центр здесь, в целом. Ну, то есть, просто перевозить всё вот сюда. Но это будет очень долго, сами понимаете, пока мы всё это соберём, пока мы всё это привезём. Давайте мы, правда, построим здесь второй центр. Центр всего. То есть, мы построим здесь и термы, и всё остальное. Думаю, это будет достаточно интересно. Конечно, мы долго будем это строить, не спорю. Так, значит, нам здесь нужно, из инфраструктуры, нам нужно бюро перевозок. Вот это, кстати, неплохо. Я слышала уже что-то из этих ребят, по-моему. Так, нам нужен гараж, чтобы мы могли добираться оттуда и туда. И нам нужно отдельное бюро строительства. Собственно, на этом и держится весь город. Но вы понимаете, что это очень много людей, и всё это будет достаточно медленно строиться. Давайте мы ещё поставим вот этому самый высокий приоритет и отправим сюда нашего великолепного кандидата, чтобы всё было лучше, чем всегда. А ещё можно построить ферму где-нибудь по дороге. Просто, чтобы вот у нас это был обособленный участок, который, собственно, занимается исключительной перевозкой вот сюда. У-у-у-у, президенты, наши источники сообщают, что тропика нет, фракции, чья неприязнь к вам могла бы привести к проблемам. Вива-ля, эль президент, вива, эль президенте, вива. Отлично. Во дворе вставили петицию, просит немедленно начать строительство музея, посвящённой вашей юности. Лично я подписала её 300 раз, э-э-э, 300, и ещё раз подпишу, «Возвигните музей детства, чтобы все лоялисты гордились вашим национальным наследием». На самом деле идеи хорошие, потому что это развлечение для людей, как ни странно. Вот. Музей детства должен стоять рядом с детским садом и школой, чтобы ребята смотрели и ходили в свободное время. Как-то так. Бладенфайер. Добрый тебе вечер. А-а-а. Громко. Со всех сторон громко. Спасибо. Это я однозначно включу. Ладно, файер. Не хочешь отписаться? Так, мне кажется, гараж нам тоже нужно прямо вот в скорости, как, кстати, и бюро перевозок. А ещё нам нужно абсолютно точно всё-таки какое-нибудь продовольствие типа фермы для растений. То есть у нас есть кукуруза, сахар. Нет, ну нужно что-то такое, что мы будем не на перевозку. Ладно, файер. Между прочим, может быть, ты не замечаешь, но ты пропустил начало стрима. Это было очень важно. Ты понимаешь, да? Может быть, ты не видишь то, что там происходит. А вот я сейчас сделаю вот так. Чёрт. Ты всё равно не увидишь. Ты понимаешь, да? Чёрт возьми, всё равно очень плохо видно. Между прочим, Ладенфайр, ты знаешь, что ты у нас нынче в розыск обновился? Приходила тут какая-то женщина, вроде говорили, что это шериф нашего нового города, нового стрима. И, в общем, теперь ты развешан на нашей доске почёта.